На этой неделе в Абхазии подводили итоги первого тура голосования на выборах президента Абхазии. Напомню, что выборы прошли в минувшее воскресенье 25 августа при явке, позволяющей на законных основаниях утверждать, что выборы состоялись. По предварительным данным, которые объявила на тот момент ЦИК Республики, проголосовало более 56% избирателей. 26 августа наша страна отметила День международного признания своей независимости. С этой важной для Республики даты прошло 11 лет. И, несомненно, на протяжении всего последнего времени и в особенности на этой неделе, очень многие люди в нашей стране готовились к новому учебному году. О том, насколько учебные учреждения страны готовы принять учеников и какие новшества ожидаются в учебном процессе, мы обсудим с нашим гостем в студии немного позже. А сейчас подробнее напомним о главных событиях этой недели. Утром 26 августа в Международном пресс-центре ЦИК подвели предварительные итоги выборов президента Республики Абхазия, которые прошли 25 августа. Согласно результатам голосования, ЦИК определил, что в стране пройдут повторные выборы главы государства, так как ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос от общего количества проголосовавших. Претендентами на пост президента Абхазии стали два кандидата – ныне действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Амцахара Алхас Квициния. На площадке Международного пресс-центра ЦИК Абхазии прошли и выступления международных наблюдателей. Обо всем подробно напомнит Алик Атрапш. Работу Международного пресс-центра ЦИК открыл спикер Народного собрания Валерий Кварче. Он поздравил народ Абхазии с состоявшимися президентскими выборами. Валерий Кварче выразил благодарность Центре избиркому за проделанную работу и поблагодарил международных наблюдателей за обеспечение содействия проведения выборов главы государства в рамках закона. Выражаю признательность всем иностранным наблюдателям, которые побывали в нашей стране и находятся их сегодня, и высказывать свои объективные оценки в происходившем процессе. Мы высоко ценим ваш вклад в создание атмосферы открытости и доверия, которую мы все стремились обеспечить в течение всего прошедшего времени, начиная с момента объявления даты выборов и на всех площадках. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил свое мнение о ходе состоявшихся выборов президента Республики Абхазия. Наши депутаты участвовали в наблюдении за выборами в большинстве районов Абхазии и фактически никаких серьезных нарушений, которые вынудили бы говорить о том, что вообще говоря, все идет не так, никто из депутатов не выявил. Затем состоялся брифинг председателя Центра избиркома Абхазии Тамаза Гогия. Он рассказал о том, что общее количество избирателей составило более 129 тысяч человек, проголосовало 86 138 избирателей. Таким образом, явка избирателей на президентских выборах Абхазии составила порядка 67%. По результатам подсчета Адзенба Шамиль Омарович 3579 голосов, что составляет 4,15%. Анкваб Артур Миродович 1403 голоса 1,60%. Аршба Олег Мурьевич 18665 голосов 21,60%. Джапу Алмаз Северянович 1753 голоса 2%, ровно. Зябшба Леонид Юрьевич 4935 голосов 5,70%. Какали Астамуль Валерьевич 841 голоса 0,97%. Квицыния Алхаз Алексеевич 18929 голосов, что составляет 21,97%. Тарба Астамур Борисович 5695 голосов 6,60%. Хаджин Бараули Джумкович 20544 голоса 23,85%. Против всех проголосовало 1677 избирателей, что составляет 1,9%. Таким образом, во второй тур выборов президента Абхазии прошли два кандидата. После оглашения предварительных результатов в Центр избирком Абхазии состоялся выход президента Рауля Хаджинба к журналистам, освещавшим процесс выборов президента Республики Абхазия. Представителей СМИ интересовало, как Рауль Хаджинба оценивает ход и итоги первого тура голосования на выборах президента Республики Абхазия. Мы достаточно эмоциональны по своему характеру люди, но мы прошли достаточно сложную школу политических выборов. Я вчера говорил и верил, что у нас все-таки все будет спокойно. И мы доказали и себе, и всему миру. Мы умеем это делать, независимо от результатов. Но, конечно, придется нам дальше заниматься своей работой. И будем надеяться, и я уверен в том, что результат будет положительным. В обществе разность мнений существует, есть разные взгляды на те или иные вопросы. И это нормальный процесс. Программы не меняются. Мы нацелены на то, чтобы Абхазия развивалась, и мы заявили о своих отношениях к этому процессу развития нашей страны. Но в угоду, предположим, политического процесса, я думаю, что не стоит этого делать. У нас выработанная схема наших шагов и действий, и это должно быть позитивным для нашего государства. О ходе и об итогах первого тура выборов президента Абхазии свое мнение выразил и кандидат в президенты Алхаз Квициния, который также прошел во второй тур. Конечно же, мы предполагали, что будет второй тур, и мы к этому были уже готовы, и мы целенаправленно делали все возможное, чтобы попасть во второй тур. Конечно же, при наличии столького количества кандидатов, сомнительно было бы выиграть с первого тура. Честно говоря, доволен исходом выборов. На самом деле, никаких серьезных эксцессов на территории нашей республики не замечалось, не наблюдалось. И каждый политик, кто занимается, а тем более, кто стремится к руководству страны, он обязан, заинтересован в стабильности нашей страны по любым вопросам, по любым политическим событиям. Стабильность важнее всего. 27 августа ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура президентских выборов. Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов. И лидер оппозиционной партии Амцахара Алхаз Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей. Али Гаршба набрал 22,56% голосов. На четвертом месте Астамур Тарба – 6,89% голосов. На пятом – Леонид Дзябшба – 5,97%. За Шамеля Азенба проголосовали 4,32% избирателей. Алмазу Джапуа отдали свои голоса 2,12% избирателей. Артуру Анквабу – 1,7%. За Астамура Кокали – 1,02% проголосовавших. Против всех кандидатов проголосовал 1,9% избирателей. По окончательным данным ЦИК явка составила 65,18% голосов. В голосовании приняли участие 82 752 человека. Как определил ЦИК Абхазии, второй тур выборов президента Республики Абхазия состоится уже 8 сентября. На пост главы государства претендует два кандидата – Рауль Хаджимба и Алхаз Квициния. Кандидаты в президенты Республики Абхазия уже приглашены на дебаты в прямом эфире на нашем телеканале. Подробнее расскажет шеф-редактор службы общественно-политического вещания Георгий Берзиния. Первый тур выборов президента Республики Абхазия прошел и завершились предвыборные проекты АГТРК. В течение 21 дня мы практически ежедневно вещали в прямом эфире и провели за это время 31 эфир. Сейчас вся страна в ожидании второго тура, в который прошли два кандидата – Рауль Хаджимба и Алхаз Квициния. Буквально со второго дня после выборов к нам поступают вопросы о том, будут ли дебаты. Руководство АГТРК, отвечая на запросы телезрителей, решило организовать дебаты, и сегодня мы уже разостали наше приглашение в штабы обоих кандидатов. Хотим отметить, что дебаты могут состояться только при условии участия обоих кандидатов. Точная дата пока обсуждается и в ближайшие дни мы сообщим о ней. 26 августа Абхазия отметила День международного признания. 11 лет назад, 26 августа 2008 года, экс-президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Уже по сложившейся традиции, в День международного признания жители и гости Абхазии возложили цветы к могиле первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Почтить память лидера абхазской нации в этот день пришли десятки людей. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии, руководство страны, граждане и гости республики. В Абхазии также почтили память и другого лидера нации Сергея Багабша. Уже к полудню у его могилы в родном селе Иджгярда прошло возложение цветов и венков. На возложении присутствовали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, глава правительства Валерий Бганба, родственники первого президента, а также жители и гости страны. Пройдя вместе с народом республики, через самые сложные испытания Сергей Васильевич сыграл выдающуюся роль в признании нашей страны международным сообществом. Совсем скоро во всех школах республики начнется новый учебный год. Однако учащиеся второй Сухумской средней школы смогут вернуться в родную школу только в октябре. После случившегося здесь пожара идет полная реконструкция здания. И, как обещают строители, два учебных корпуса школы будут сданы в эксплуатации только через месяц. Чтобы ознакомиться с ходом строительных работ, в четверг, 29 августа, школу посетила комиссия по ликвидации последствий пожара. По главе с советником премьер-министра Абхазии Астамура Джекерба. Кровь для школы и ее конструкции полностью демонтированы. Монолитные перекрытия запетонированы. Крыша здания уложена металлочерепицей. В двух учебных корпусах уже завершены внутренние отделочные работы на потолках и стенах. Осталось уложить полы. Коридоры планируют выложить керамической плиткой. Практически во всех классах старые двери будут заменены на новые. Что касается административного корпуса здания школы, то здесь проведение внутренних отделочных работ отложено на некоторое время. Как сообщила директор школы Ирина Паверскер, несмотря на ремонтные работы, торжественную линейку в честь нового учебного года они проведут во дворе школы. Председатель комиссии по ликвидации последствий пожара Астамур Джекерба в целом дал хорошую оценку ходу ремонтно-восстановительных работ в школе. Работа комиссии будет завершена ровно тогда, когда будет объект введен в эксплуатацию. То есть, хотелось, и, наверное, задача будет такая у комиссии, не доводить, что мы в конце строителям говорили о том, что надо что-то переделать. Мы регулярно, практически еженедельно мониторим. И если что-то не устраивает членов комиссии, то надо отдать должное строителям, они оперативно реагируют. О том, как готовиться к первому сентября в школах Абхазии, какие заботы в связи с новым учебным годом ложатся на родителей, и как в этом помогает образовательное ведомство. А также, насколько созрела необходимость в законе об образовании. Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем в студии, заместителем министра образования и науки Абхазии Дмитрием Гварамия. Здравствуйте, Дмитрий Леонорович. Здравствуйте. Совсем немного времени осталось до нового учебного года. В этой связи хотелось бы поговорить о том, насколько школы готовы к новому учебному году. И будем говорить не только о второй школе, которой уделяется очень много внимания после того, как, к сожалению, случилось несчастье и кровля здания сгорела. Могли бы Вы сказать, где именно еще будет проходить ремонт или прошел ремонт к новому учебному году? По всей республике, на самом деле, очень большое количество учреждений. В которых проходили восстановительные работы. Буквально недавно мы были с министром инспекции в Кварчальском районе, с Абхазским телевидением вместе. Практически все школы объездили. В каждой из школ так или иначе какие-то работы проводятся. В пятой школе практически полная реконструкция проведена. Заменены окна, двери. То есть сделан ремонт и косметический, и качественный. В этом, кстати, нам посодействовали наши друзья из Северного Кавказа. Во второй школе меняется все электрическое оборудование и так далее. В детском саду был проведен частичный ремонт, потому что в новом здании заливало крышу. Таких школ по республике, где проводится ремонт, их большое количество. В Ачемчирском районе, к сожалению, учебный год, наверное, отложится на месяц. Так как там школа тоже находится на реконструкции, меняется полностью. Электропроводка здания была в очень плачевном состоянии. Вторая Ачемчирская школа, да. В очень плачевном состоянии электрическое оборудование было. Мы очень много времени об этом говорили, о том, что необходимо провести ремонт. В прошлом году был заменен электрический щит для того, чтобы убрать угрозу возгорания здания, которое существовало. В этом году меняется полностью электропроводка, потому что она не предполагает отопление последствиями электричества школы. Раньше это было паровое отопление, сегодня школы обогревают с помощью электрических печек. Естественно, проводка не выдерживает и всегда существует угроза возгорания зданий. А почему получилось, что к новому учебному году не успевают? Поздно начали работы? Ну да, работы не то чтобы поздно начали, там довольно значительные финансовые средства нужны были на эту школу. Порядка 6 миллионов рублей выделилось на ремонт этой школы. Плюс в школе изначально не был предусмотрен санузел, то есть он находился на территории школы, на улице. И эти работы тоже были включены в общий план работ. Поэтому вот такой нюанс существует. Но в принципе мы это все для учащихся наверстаем. Главное, что они придут в безопасную школу, в которой будет тепло, уютно учиться. Это приоритетная задача. Конечно, школа требует еще вложения, но это такой первый этап, который позволит спокойно эксплуатировать школу. Дальше уже работы продолжатся в следующем году. Я думаю, а мы опять изыщем средства на то, чтобы привести в порядок эту школу. Более того, в Ачмичирском районе есть еще одна проблема. Там есть четвертая школа, так называемая портовская школа. Школа находится в аварийном состоянии. Там два блока в очень плохом состоянии были, потому что там произошли деформации, перекрытие. И вот в данном случае два блока школы мы закрываем, и обучение происходить будет временно в одном из блоков школы. И судьбу этой школы будем решать дальше. То есть в дальнейшем ее в принципе эксплуатировать, скорее всего, мы не будем, так как по оценкам специалистов восстановление школы обойдется дороже, нежели строительство новой. А безопасно там находиться? Ну, естественно, мы эти вопросы все обсудили, и приезжало архитектурное управление. Они дали свое определенное разрешение на то, в какой части здания можно находиться. Часть здания будет закрыта для того, чтобы ее нельзя было посетить. Оно не то, что представляет угрозу обрушения, но, тем не менее, находиться там не рекомендуется по определенным нормативам. Соответственно, часть здания не будет. Либо же есть, опять же, видение о том, что там перейти в другое совершенно здание. Это в ближайшие дни этот вопрос будет решен. Что касается второй школы, там практически происходит капитальный ремонт здания. Так как, помимо того, что произошло возгорание кровли, там произошло частичное обрушение и перекрытие. Дальше, во время пожаротушения, вода, которой тушили пожар, она проникла на все этажи. И практически все стены пришлось чистить, дать им возможность высохнуть. Практически во всем здании происходит замена или реконструкция полов и так далее. То есть там заново приобретается оборудование. Более 6 миллионов тратится лишь на приобретение оборудования. То есть это капитальный ремонт здания, плюс школа 10 лет как бы не эксплуатируется и эксплуатируется с превышением нагрузки. То есть школа рассчитана на 700 человек, а в ней учится порядка 1200 человек. Это определенные эксплуатационные перегрузки происходят. Что касается сельских школ, каково там положение и были ли какие-то капитальные ремонты или более основательные ремонты, нежели косметические в сельских школах? Ну, относительно сельских школ, здесь можно как бы два радостных события в этом году. У нас мы открываем две новые школы, Лыхнинскую и Итхинскую школу. Планируем 2 сентября, что дети уже придут в эту школу. После 2 сентября там происходят определенные монтажные работы оборудования. То есть то, которое оборудование сейчас заезжает, оно буквально в режиме реального времени. Сейчас собираются столы, шкафы, там различный инвентарь учебный. Это современные школы, оборудованные, ну, скажем так, по последнему слову техники. Вот, и, конечно, это вот отрадно, что вот именно сельские школы и дети будут иметь возможность учиться в современных условиях. Это одни из лучших школ будут в республике. Если не говорить о новых школах, то... В остальных школах проводится частичный ремонт, да, по возможности. То есть чаще всего это происходит силами администрации районов. Те возможности, которые они имеют. Иногда включаются какие-то меценаты, которые тоже помогают в различных школах. Ну, таких капитальных работ, в основном, это проводит, конечно, государство за свой счет, потому что они очень дорогостоящие. Вот элементарно там вот замена электропроводки, санузла. Вы сами видите в одной школе, каких средств это стоит. То есть это всегда такое дорогое удовольствие. Вообще ремонт капитальных зданий. Поэтому район может поддерживать обычно. Ну, вот за исключением там довольно богатых районов, там как город Сухун, да, который может там проводить какие-то серьезные работы по обновлению школ. Все остальные районы, они лишь в состоянии, конечно, поддерживать функционирование школ. Серьезные работы проводит республиканский бюджет. Да, мы много говорили на этой неделе, в частности, о второй средней школе, где, к сожалению, вот я опять напоминаю, был пожар недавно. Но, тем не менее, есть школы, которые горели, скажем так, и довольно давно. 11-я школа, прежняя 17-я школа. Я спрашиваю, может, я заинтересована, потому что это моя родная школа. Вот мне просто очень интересно, там здание историческое, очень красивая школа. И в этой связи что вообще предполагается, и есть ли резервы для этого? Ну, вообще в городе Сухун большая потребность в школах, вам это известно. У нас здесь во многих школах уже есть вторая смена, во многих уже намечается, так скажем, вторая смена. Мы стараемся максимально от этого уйти, но есть определенная перегрузка именно в городе Сухун. Естественно, необходимо расширение существующих школ. То есть, что касается той же 11-й школы, то есть часть зданий эксплуатируется, часть зданий закрыта. Естественно, необходимо ремонтировать это здание. Это, конечно, большие средства. Мне сейчас сложно говорить о том, что в какое-то там ближайшее время эта школа может быть восстановлена. Ну, естественно, такой вопрос остро стоит. Остро стоит и не только вопрос школ и детских садов, то же самое. То есть, даже более критично этот вопрос стоит. То есть, нехватка детских садов именно там в городах, где их большая нехватка. Это не только в городе Сухуме, это и в Гудаутах, это и в Гаграх, в крупных городах нам не хватает детских садов. Ну, вот два новых детских сада будут открыты в этом году, там, это в Ачумчирах и в Новом Афоне. Это тоже снимает определенную острую проблему в этих двух городах. И я думаю, вот так постепенно, постепенно нехватка определенных детских садов будет решена. На сегодняшний момент по всей республике нам не хватает примерно 12 детских садов. Примерно это для того, чтобы снять вот самый вот такой существующий дефицит на сегодняшний момент. С учетом прироста населения, конечно, потребность будет еще возрастать. Мы говорим о частностях. Как вы думаете, как можно переломить ситуацию с образованием в корне? И в этой связи, почему до сих пор не принят закон об образовании? Что мешает? Ну, с нашей частью, со стороны Министерства образования, эта работа проделывалась довольно долго, тщательно. Но мы свою часть работы проделали. Отдали проект закона в кабинет министров. Получили замечания практически от всех районов. То есть администрации районов. Получили замечания от контрольной палаты республики Абхази. Сегодня, в ближайшие дни, ждем последних предложений от Абхазского государственного университета. По итогам, так скажем, учитывания всех заинтересованных сторон в этом вопросе, правительство, я так полагаю, направить проект закона президенту, который в дальнейшем направляет его парламенту. Конечно, хотелось бы этот закон иметь и раньше. И вот уже на протяжении 25 лет мы, в принципе, работаем по старому советскому закону образования. Многие регламенты уже фактически устарели. Многие отсутствуют, которые требуются в настоящее время. Поэтому мы периодически принимаем разные правила, нормативы, которые временно регулируют ту или иную сферу. В области, например, питания и так далее, что должно быть отрегулировано уже более конкретно в самом законодательстве и в подзаконных актах. Поэтому, конечно, остро эта проблема стоит. И мы очень надеемся, что в текущем году при любых, как говорится, раскладах этот закон будет принят. И мы вели дискуссии с парламентом, с народным собранием о том, что такая острая потребность есть. Они поддерживают нас в этом стремлении. И как только им попадет проект закона, я очень рассчитываю, что они оперативно сработают. И с учетом всех мнений и сторон закон будет принят. И это позволит на качественно другой уровень переходить в этой работе. Закон позволит стратегически планировать вопросы развития образования. И массу проблем, конечно, тоже снимет. Как вы считаете, как эта проблема будет решаться и будет ли решаться вот этим законом? Если говорить в целом, 1,2 миллиарда рублей тратится государством в целом по республике на финансирование образования. И это не маленькие средства. Другой вопрос, что образование это довольно затратная вещь для государства. Тем более тогда, когда оно практически полностью оплачивается государством. То есть в мировой практике очень немного стран, которые именно образование полностью государство берет на себя. Среднее? Среднее и высшее образование. Абсолютно верно. Если говорить о западных странах, большая часть образовательных учреждений, которые, так скажем, высокого уровня. И куда ходит основная часть, так скажем, аборигенов этой страны, они все частные школы. И образование в средних школах там довольно дорогое удовольствие. Что касается нашего государства, это социально ориентированное государство. И, соответственно, образование среднее бесплатное для детей. Дмитрий, я бы поспорила, потому что, насколько я знаю, есть много развитых стран, где именно среднее образование для детей бесплатно. Есть много развитых стран, где государство полностью оплачивает среднее образование. Какая конкретика предстоит в этом году нашим ученикам и нашим педагогам? Поменяется ли что-то в учебном процессе? Учебный процесс – это вещь довольно консервативная. То есть каких-то резких перемен не будет. Учебные планы адаптируются к новым предметам. У нас в планах введение в курс общества знания такого предмета, как финансовая грамотность. Вот с банковским сообществом нашей республики мы сотрудничали в этом вопросе. Выпущен учебник, они оплатили выпуск этого учебника. И это, я думаю, будет очень таким интересным и нужным подспорьем для учащихся, для того, чтобы овладеть, так скажем, первичными навыками обращения с финансами. На выходе из школы человек уже имеет довольно-таки обширные знания в области того, что из себя представляют финансы, как они работают и что такое вообще финансовая система государства. Также по всем остальным предметам проводится такая планомерная работа по обновлению учебного курса. То есть мы, соответственно, наблюдаем те процессы, которые происходят в России. И то, что соответствует нашим интересам, идет в ногу со временем, мы стараемся это все перенимать и внедрять в образовательный процесс. Затронули тему российских программ и сразу всплыло в памяти учебники. Учебники российские. Министерство образования Абхазии пыталось договориться с издательствами о том, чтобы или на бесплатной основе, или на льготных условиях закупать учебники из России. Что получилось в итоге и насколько эта идея еще жизнеспособна? Мы вели переговоры о том, чтобы выкупить авторское право и иметь возможность публиковать самостоятельно учебники, которыми мы пользуемся и разработаны издательскими домами. С одним издательским домом, это Винтана Граф Трофа, мы в принципе договорились. С издательством просвещения, к сожалению, договориться у нас не вышла проблема с авторскими правами. Почему мы об этом договаривались? Потому что печатать самостоятельно выходит значительно дешевле, нежели даже покупать напрямую у издательства. То есть там где-то на 30-40% учебник у нас получался дешевле, нежели даже непосредственно покупать у просвещения или у Дрофы. Соответственно, к сожалению, так как процентов 60 или 70 даже учебников издаются просвещением, которые используются в нашей республике, поэтому мы не смогли пока договориться. И проблема там такая довольно сложная, потому что с каждым практически автором этого учебника необходимо авторское соглашение, потому что это иностранное государство и так далее, определенные нюансы есть. Соответственно, в данное время мы ищем второй путь, это когда мы уже будем непосредственно закупать у самого издательства. И тут вопрос цены стоит. Естественно, скажем так, мы пока торгуемся с ними для того, чтобы иметь возможность максимально выгодные условия нам получить, так как на самом деле большие средства необходимы для того, чтобы эти учебники закупить хотя бы один раз. Я не говорю о том, что это требуется делать регулярно. У нас, вам известно, на издательство учебников выделяется ежегодно порядка 15 миллионов рублей. Но если мы эти деньги потратим на приобретение учебников из России, тогда мы не сможем выпускать свои учебники. И тут определенная проблема существует. Нам необходимо порядка 70-80 миллионов, чтобы хотя бы один год закупить основную партию учебников. В среднем для одной параллели это от 8 до 12 миллионов рублей для того, чтобы по всей республике обеспечить учебниками, которые нам необходимы. На самом деле это было бы очень большим подспорьем для родителей, потому что это очень большая статья расходов ежегодных, скажем так, приобретения учебников. Все верно. Что касается абхазских учебников, есть ли новые учебники, которые в этом году будут переизданы или совершенно новые издаваться? Могли бы об этом рассказать? Ну вот новый учебник, переведенный, вот сейчас мы его буквально в первых числах сентября получаем. Он уже издан и буквально едет к нам в Абхазию. Мы его издавали в Российской Федерации. Учебник математики четвертого класса. Это переведенный учебник российских авторов. В прошлом году был издан третий класс и так далее. То есть такие новые учебники вводятся. И в течение этого года, я думаю, еще 2-3 новых таких учебника будут. Естественно, помимо переиздательств и доработок старых учебников, в течение лета мы издали учебников на 5 миллионов рублей. Ну, каково будет качество? Потому что, я помню, прежние издания там страдали, протирались буквы. Да, качество будет хорошее. К нашей радости, наши издатели, полиграфический дом в Абхазии значительно подтянул свое качество. Они приобрели новое оборудование. Им в этом помогло государство, правительство, субсидировало приобретение нового оборудования. И вот, например, 1 сентября, 2 сентября дети получат новый учебник Анбана. Он издан в нашей республике. Он ничем не уступает качеству учебника, изданного в Российской Федерации. Есть определенные виды учебников, там, так скажем, интегральная обложка. И пока наши издатели, которые не могут издавать, у них не хватает определенного оборудования. Что касается стандартных учебников, там, где жесткая обложка, картонная, то такие учебники они издают. И ничем не хуже, чем наши российские коллеги. И на самом деле для нас это очень удобно. То есть не нужно ниоткуда ничего возить. И более того, мы можем заранее заказывать. И они начинают работать намного раньше, даже чем им оплата приходит. Поэтому на самом деле очень комфортно так работать, когда в республике. И на самом деле люди очень ответственно к этой работе подходят. Они знают, насколько важно, чтобы учебники у детей были именно 1 сентября. Поэтому буквально днюют и ночуют иногда, когда вот такой аврал происходит. Особенно это в летний период, когда вал заявок. Сразу 5-6 учебников издаем в короткий промежуток времени. Приходится, конечно, большую нагрузку нести. По поводу итогов экзамена по абхазскому языку, которые прошли в июне месяце и в мае у некоторых. Могли бы вы сказать, довольны ли Министерство образования уровнем владения и изучения абхазского языка в школах Абхазии? Ну, конечно, мы недовольны уровнем владения, изучения. Конечно, нам хочется и мы видим, что есть куда стремиться на самом деле. И здесь, наверное, многие ученые и коллеги скажут о том, что знания абхазского языка становятся все хуже и хуже. Мы, министерство, с этим не согласны. В том числе экзамен по абхазскому языку позволяет этот уровень знаний подтягивать. То есть это определенное такое препятствие для ребенка, когда ему необходимо как минимум какой-то минимальный базис знания абхазского языка для того, чтобы пройти это испытание. И, естественно, это принуждает даже при отсутствии, так скажем, желания какой-то уровень знаний. Да, уровень знаний абхазского языка. Экзамен по абхазскому языку стал сегодня очень важным элементом этого всего. И вот мы видим, что потихоньку это качество знаний растет. Более того, не абхазским языком образования в школах. Там тоже этот экзамен дал определенный результат. И в тех школах практически, в которых изучение абхазского языка было формальным, сегодня это определенный уровень знаний требуется. То есть за все это время, когда... Мы динамику, да, наблюдаем. После того, как вели экзамен, да, вы считаете, что все-таки есть польза? Динамика есть в сторону улучшения. Безусловно, в сторону улучшения динамика есть. Более того, первый год это было довольно непросто и для учителей, и для учащихся. Но со временем уже мы видим, что все адаптировались. И уже там готовятся не в последний день, да, когда уже надо сдавать этот экзамен. А это происходит в течение учебного года. Соответственно, подготовка к экзамену по абхазскому языку в течение учебного года требует лишь освоения этой программы в течение этого года. Тогда экзамен не представляет никакой сложности. Какая-то методика изменилась в преподавании абхазского за это время? Ну, здесь такая идет перманентная работа. Идут пока, так скажем, активные дискуссии. Подходы меняются, конечно. Потихоньку, более того, определенные эксперименты происходят. Начинаем потихоньку внедрять успешные, так скажем, эксперименты и то, что работает. Я думаю, в ближайшие год-два это будет уже по всей республике распространено. То есть то, что уже наработано. Более того, это же надо обучить всех педагогов этим подходом. Это непростое дело. Плюс мы продумываем определенные мотивационные какие-то воздействия для того, чтобы по новым методикам работать, потому что здесь необходимо и желание самого педагога, конечно, в первую очередь работать. Потому что это требует больше усилий, конечно. Дмитрий Вианурович, есть какое-то непредубеждение, но есть мнение о том, что у нас в Абхазии очень слабое образование. Как вы считаете, как его качественно повысить? Зависит ли это от педагогов, зависит ли это от учебников, зависит ли это вообще от всей перестройки системы образования? Почему у нас дети, я уже не буду говорить, репетиторы, очно-заочная школа в конце 11 класса, чтобы человек мог заниматься спокойно с репетиторами. Когда эти обстоятельства, где люди вынуждены маневрировать, прекратятся? Корень не согласен с тем, что у нас плохое образование в республике, особенно среднее. Оно неплохое образование, оно довольно качественное. И если бы оно было плохое, наши дети не учились бы за границей вообще, не смогли бы учиться, они бы все учились бы максимум где в Абхазии. Это первое. Второе. Что касается перехода, так скажем, стремления многих детей поступить в очно-заочную школу, репетиторство и так далее, и так далее. Здесь вопрос профессиональной ориентации. Современная система образования абхазская, она по сути прообраз советской системы образования, где ребенок до 11 класса практически не имеет профильную ориентацию, он ее получает по итогам, может быть, в конце школы, где у него появляется желание учиться в том или ином направлении. Вузы Российской Федерации, да и мировые вузы, они уже ушли на систему профильного образования, где непрофильным предметам не дается столько внимания. Мы в этом плане тоже за то, чтобы профильным предметам отдавалось больше внимания, но все-таки не в ущерб всем остальным предметам тоже. Потому что, на самом деле, очень часто бывает, что в итоге человек работает не по тому профилю, по которому он пошел учиться. Тем не менее, когда речь идет о репетиторстве, то есть ребенок занимается по той же методике, с тем же педагогом школьным, и просто он подтягивает то упущенное время. Не всегда со школьным. Не всегда со школьным, тем не менее. Это всегда один и тот же подход, просто индивидуальный. Что касается именно изменения системы, то в принципе современные школы, которые мы открываем, мы стараемся перейти на кабинетную систему обучения. То есть, когда ребенок в классе имеет весь набор необходимого материала для получения знаний. Это позволяет уже профильное образование делать качественным. От того, что класс назвали профильным, он им не становится. Для этого а. нужен педагог, б. нужен инвентарь, с. нужно желание самого учащегося. Когда все эти три фактора совпадают, тогда это становится эффективным. И мы за внедрение такой системы. И есть абсолютно нормальные практики, когда математическим классом больше часов, математики и литературы меньше, и это дает свои результаты. Более того, это не требует со стороны родителей очень серьезных затрат на репетиторство и так далее. И вот эти практики есть и в городе, и во многих районах это используется. Я думаю, это даст свои результаты. Но хочу заметить, что у нас многие дети поступают в вузы. Мы в министерстве в этом активно работаем. И те, которые у нас поступают, особенно на инженерные специальности, никаких репетиторов для этого не требуется. Для них, да. Там, где достаточно высокая конкуренция, куда у нас многие дети стремятся, это в область медицины, в область юриспруденции, в область экономики, там высокая всегда конкуренция среди абитурентов. Там действительно необходимо более лучше знать, чем нежели твой, так скажем, конкурент. В инженерии таких проблем нету, например. Поэтому, а потребности в этих специалистах выше. Дмитрий Вянович, мы очень много аспектов затронули и много можем еще затронуть. Например, оснащение школ, те же кабинеты химии, физики, различный наглядный материал, перегруженность школ, все это никто не отменял. Но, тем не менее, в прошлом году была введена школьная форма. Вот такой вот момент. Что Министерство образования, какой итог имеет от этого нововведения, от этой реформы, обязательной для школ? Ну, в начальном этапе были разные мнения по этому поводу. Среди родителей, среди образовательного сообщества. Основное количество эпидагогического коллектива, образовательного сообщества, да и родители тоже поддержали нас в этом начинании. Это хорошая практика. Практика прошлая. То есть, тут ничего нового изобретено не было. Это существующая практика в Абхазии. И, честно говоря, в многих странах мира, в принципе, большинство стран мира, действительно, наносят школьную форму. Это определенным образом снимает вопросы в образовательном учреждении, какие-то социальные моменты среди учащихся. Более того, вот существовал лишь один острый момент, о чем родители многие говорили, что это дорого. Приобретать отдельно школьную форму и так далее, и так далее. На самом деле, это не так. Школьная форма стоит даже дешевле, чем обычная одежда. И для многодетных семей, имущих семей, мы уже второй год приобретаем школьную форму. Практически тысячу школьных форм приобрели в этом году. И еще в июле месяце мы их передали родителям, для того, чтобы у них беспокойства не было. Более трех миллионов рублей только на этот вопрос мы потратили. И в следующем году эту практику будем продолжать. То есть там, где действительно родителям тяжело, и там, где много детей, и таких социально острые проблемы, мы стараемся их снять. Но что сама школьная форма необходима, это факт. Что касается даты начала учебы, нового учебного года, это 2 сентября. Я почему спрашиваю, нас журналистов почему-то, вот в последнее время спрашивают, а правда, что 8-го? Это привязывают к выборам, к политическим событиям. К счастью, у нас учебный год никак не завязан на выборы и другие политические события. 2 сентября, первый рабочий день после 1 сентября. Дети идут в школу, к сожалению, уже второй год, даже третий год подряд, до 1 сентября попадает на выходной день. Мы каждый раз из этого расстраиваемся. Идем 2 сентября в школу по всей стране. Спасибо большое за интервью, Дмитрий Леонидович. Благодарю вас. Всего доброго. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова